БИОНИЧЕСКИЙ ПРОТЕЗ Позвоночник, износ суставов неравномерный, много проблем со здоровьем, с опорно-двигательным аппаратом. При скреплении позвоночника у тебя начинаются проблемы с сосудами. Этот протез полностью откликается на движение. Чтобы добиться такого эффекта, сначала изобретатели изучали мышцы здорового человека. На голень испытуемого прикрепляли миоэлектроды. Затем данные обрабатывала компьютерная программа. В процессе использования протеза созданная нейросеть дообучается, приспосабливаясь к владельцу. Если человек сильно напряжет ногу, она сильно оттолкнется. Если он сильно напряжет другую мышцу, она поднимет стопу. И вот так вот работает это. Изобретение Михаил Курин показывает своему первому учителю по физике. Преподаватель педагогического института ТОГУ Иван Игоршин несколько лет занимается со школьниками. Разрабатывает с ними практические проекты. Например, под его руководством дети создают зарядки для телефона и солнечных батарей. Или газосварочные аппараты на основе гидролиза. Исаак Ньютон когда-то говорил, что здравые мысли физики – это те предрассудки, которые приходят в возрасте до 17 лет. Мы все с детства знаем, что что-то невозможно, что-то возможно. Но всегда найдется человек, который этого не знает, и вот он станет ученым. Для россиян этот протез будет гораздо доступнее иностранных аналогов. Сейчас на рынке самая низкая цена у немецкой компании – 2 миллиона рублей. Продукт дальневосточников будет стоить 800 тысяч при малосерийном производстве. При увеличении серии цена одного протеза снизится. Мы много отдадим на аутсорс, поэтому это нам позволит не завышать цену на начале, потому что нам не надо будет закупать станочный парк. Команда разрабатывала проект несколько лет. Это уже пятый прототип протеза. Создатели гарантируют, что он прослужит владельцу минимум 5 лет. Это съемная батарея, она имеет емкость 76 ватт-часов. Это достаточно, чтобы сделать 10 тысяч шагов при весе в 75 килограмм для человека. 10 тысяч шагов одной ногой важно, потому что это с уманности обычно 20 тысяч. Редко люди прыгают на одной ноге. В биопротез создатели еще добавят Wi-Fi, чтобы программное обеспечение обновлялось регулярно и без усилий владельца. Тестовую серию выпустят в 2020 году. Яна Коробицына, Александр Марченко. Смотри Хабаровск. Ну-ка.